Ольга и ее сын Илья вместо прогулок на свежем воздухе в солнечный день вынуждены убирать территорию вокруг общежития, в котором живут. В эти выходные они вместе с другими жильцами выходили на субботник. Тогда был вывезен камаз оттаившего мусора и еще большой контейнер бытовых отходов. Мероприятие не столько добровольное, сколько вынужденное. Своими силами мы скидывались всем общежитием денежками, заказывали машины. Вот сегодня вывезли второй контейнер большой и еще нужно заказывать машину, потому что мы убрали только перед общежитием то, что было мусор, то, что осталось зимы. И вот нам теперь нужно убирать с той стороны здание. Компания РЖД сейчас избавляется от непрофильных активов и передает на баланс городу все общежития. Так второе на советском 141 было отписано муниципалитету в конце февраля. Прежде чем общежитие мы передали, мы сделали там частичный капитальный ремонт, отремонтирован был водопровод, кровля и места общего пользования. То есть наше общежитие было принято у нас в комиссии специальной. И таким образом теперь оно уже не наше. Сейчас квартиросъемщики вместо уборщиц сами подметают, моют коридоры и лестничные пролеты. А еще небезосновательно беспокоятся, что растут их долги по оплате коммунальных услуг. И это еще не все. Теперь двери общежития открыты буквально для всех желающих. Этим пользуются местные бомжи, которые облюбовали это место возле батареи для ночлега. А ведь совсем недавно здесь сидел вахтер и следил за порядком, не пуская никого посторонних. По словам чиновников, такой неразберихи с обслуживающей компанией можно было бы избежать, если бы РЖД передала общежитие согласно закону, а не просто списала со своего баланса. Проще сказать, бросила. Конечно, ситуация непростая. Железная дорога уже практически прекратила его эксплуатацию. Мы по законодательству обязаны объявить открытый конкурс. Он объявлен на сегодняшний день. Все материалы размещены на нашем городском сайте. Заявки принимаются до 17 мая. 21 мая состоится открытый конкурс на определение подрядчика. А еще, по словам городских властей, пока не будет выбрана обслуживающая организация, временно ее функции будет выполнять управляющая компания «Металлург», которая должна будет помочь и облегчить жизнь людей в этом общежитии.